Виктор Гриза Кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Украины Куратор арт-резиденции семантического сюрреанизма пространства постмодернизма Славутича 2019-2020 года Советник мэра Славутича по культуре и туризму И, как оказалось, пишет стихи Я тоже об этом узнал совершенно случайно, когда выяснилось, что то, что я пишу, это рифмуется А, это рифмуется, да? Ну, оказалось, что это можно зарифмовать, то, что я пишу Поэтому я тоже случайно узнал, что пишу стихи Мы встретились с ним на прошлой неделе в рамках телепроекта «История натхнения» И поговорили о поэзии, о вдохновении и о том, как приходят поэтические строки Стихи – это вот то, скорее, ощущение иррациональности жизни Вот этой ее такой гармоничности, которой не хватает в работе, не хватает в проектах То есть они скорее как дополнение, а не отражение того, что я делаю Это то, чего я не делаю То есть вы находите в стихах объяснение, почему вы это не сделали? Работаем для вечности А вы сказали, что время ограничено Вы знаете, стихи – это такой способ высказать то, что, может быть, прозой будет излишне пафосно Или там патетически выглядит То есть к чему это? Да, мы же живем обычной жизнью такой профанной А стихи позволяют сакрализовать буквально что угодно Отношение котенка с клубком Распускание в предрассветной дымке цветка И этому можно придать такое высокое звучание, за которое не будет совестно Но в стихах обычно кристаллизуется мысль Уходят лишние слова, а еще появляется рифма Это не математическая формула, в которой ничего лишнего нет, иначе погрешность Я бы назвал это результатом беспорядочных нейронных связей Вот есть случайные нейронные связи, которые рождают какие-то открытия Стихи, на мой взгляд, это беспорядочные нейронные связи Потому что у меня лично последняя строка очень часто стоит в стороне вообще от всего перед этим сказанного Или картина, или фотография рождает эту строку, или эту фразу Допустим, полвека тому за шеей Это как? И об этом нужно сказать дальше, да, и подобрать фотографию нужную Очень многое дало посещение художественных выставок Ну там порядка 500 обзоров, больше 500 обзоров за два года я сделал выставок, которые в Киеве И еще много не сделанных было, не опубликованных Но это все тот материал, который дает пищу, дает конфликты, дает сюжеты, дает какие-то переживания Потому что любой жанр изобразительного искусства, даже абстракция, экспрессивная абстракция Это состояние души, это как музыка В музыке ведь слов нет, есть ноты Однако это состояние души, и вы послушаете Шопена с Рахманиновым, или послушаете Шнитке И это совершенно разные состояния А еще в начале разговора мы узнали, что Виктор Не обладаю таким качеством помнить свои стихи Поэтому свои стихи он читает с мобилки А в ней они отмечены ассоциативными фотографиями Эти стихи появились после посещения музея Чернобыля в Киеве Джентльменский набор опустевшей эпохи Список радостей быта, побед трудовых Слов о лавах в глубинах прорубленных лихо И мелодий хороших, напевных, любых Для музеев не больно, ценные экспонаты Из сервантов и тумб, из палаток в тайге Из вагончиков, что на краю айкумены Свет включали в столицах, стараясь во тьме Подгорела спираль дезоксирибонуклия Но пытаясь контакт обеспечить времен Не забыть передать вам такую лавсторию Что достойно украсить немало знамен Джентльменский набор опустевшей эпохи Список радостей быта, побед трудовых И слова все о лавах прорубленных лихо А мелодий довольна в архивах моих А как вы относитесь к такому четверостишию Ахматовой? Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Как желтый дувальчик у забора, как лопухи и, может, лебеда? Ну, как к любому стихотворению Ахматовой Она признанная поэтесса, как еще можно относиться? Попробуй по-другому Насколько я могу перевести Ахматову на обычный непоэтический язык Что иногда поводом для создания каких-то замечательных стихов Может быть совершенно безумная идея Не знаю, поступок, увиденное Причем, может быть, даже негативное А оно перерождается почему-то в очень прекрасное, рифмованное Да, да, ну, если профессиональный поэт и словесник Он, конечно, потом отшелушивает случайные эти все вещи Да, он вот рождает это все Получается, если ретроспективно посмотреть И ссора родил, да? Ну, и в ссоре бывает гармония И, как бы, в этой потертости Прованса тоже есть романтика И я бы не говорил, что стихия – это только нечто такое рафинированное должно быть Да, можно воспеть, не знаю, пэтчворк-одеяло на старой бабушкиной даче И все-все прочее Там нечего отшелушивать Там в своей основе уже есть вот этот вкус жизни Без которого все остальное – это хай-тек и лофт Это невкусно А вы не боитесь, что вот, ну, то же самое, что вы видели у бабушки дома Этого не видят другие И не получится передать вот ту тонкость, которая стоит за этими ощущениями Это же воспоминания о детстве, о вкусе яблок, я не знаю О компоте, который бабушка Или как она вас утром будила Вот как удается передать все это Ну, в каких-то коротких фразах Птицы, которые летят на юг, они же не могут рассказать зайцу о том, что они видят с высоты своего полета Заяц не летит с ними Заяц не летит с ними, они могут рассказать другим птицам Поэтому, когда я что-то рассказываю, наверное, я рассчитываю на то, что у кого-то тоже было это одеяло на даче бабушки, да, и меня поймут А те, у кого не было, ну, не поймут, значит, я не им это говорю Очень много я слышу того, что я на себя не примеряю, значит, это говорится не мне Понимаете? Вот ни в одном живом виде на планете Земля нет столько подвидов, как у человека Вот возьмите любое животное, птицу и так далее Есть какое-то там конечное число разновидностей? У людей это бесконечно, и каждый человек это отдельный вид Homo sapiens Где-то в чем-то совпадающий, но это отдельные миры совершенно Если мы пересекаемся, если кто-то там реагирует, ну, значит, у него такое было Или он такое хочет? У него не было, но он такое хочет, ему понравилось, он говорит, вот бы мне так почувствовать Говорят, что откроют все пляжи, но потребует все ж привыкать Рот и нос вместо мест, где на страже с детства нравы блюла ваша мать Значит, топлес и нудес прибавят, своеволе на брега песках По размерам зрачков будем помнить образ милых прелестниц в веках Ну, а то, что уж меньше двух метров между любящих будет сердец Спишут пусть на порывы от ветра Ветер в деле таком молодец В период печатной поэзии был определенный фильтр, да, была цензура И цензура была в разные времена, и против Пушкина в том числе, да, не только в советское время Да, я думаю, что такая же цензура есть и в странах, где невидимая рука рынка регулирует Тоже там особо не разгуляешься Вот, а когда открылся интернет и стало возможным публиковать все без фильтров, без экспертизы профессиональной Безусловно, размылось понятие поэзии, что считать, потому что вообще в искусстве уровень качественный Он определяется коллективной экспертизой людей, которые много в этом видели, наслышанные, навиденные Каким-то образом имеют свой собственный И вот эта коллективная равнодействующая составляющая И говорит то, достойный это художник Слово, мазка, смычка, неважно Или это еще, как бы, вот, понимаете, еще далеко до вершины Коллективная экспертиза Когда интернет открыт, разве может быть коллективная экспертиза? Бесконечно коллективная экспертиза Вот определенная работа вот этих вот редакторов, критиков, она все-таки шлифовала И не все в творчестве даже очень талантливых поэтов или писателей появлялось на люди В отличие, чем сейчас То есть, вот тебе раз брелочили растишь, и утром рано ты там проснулся после крепкого чая И набросал, и кинул в интернет, и все, это достояние общественности Вот нет такого фильтра, который, ну, вот, ну, как бы низкопробной поэзии, низкопробным рассказом Не позволяет появиться для всех Есть другие фильтры, пожалуй, или драйверы, когда поэзия переходит в песню А песня тиражируемая, это шоу-бизнес, да Вот, вчера по там посылке пытался послушать последнюю песню Агутина Понял, что текст вообще никудышний, да Он, конечно, спел ее, но это Агутин, да, ради бога Но я пытаюсь понять, как это все написано И это написано не левой рукой, а я не знаю название этой руки, да Вот, к сожалению А те тексты, которым хорошим удается попасть в песни, конечно, они обретают потом И цитирование, и после слова, и в фильмах звучит поэзия в диалогах, например, да, если она переходит в анекдоты, но все-таки это должна быть тиражная техника И когда ушла печать бумажная стиха, то должна быть другая тиражная техника, которая подтвердит, это достойно внимания или недостойно Ну вот Ну это количество, грубо говоря, просмотров, да, под вашими стихами А если там наберется опять, ну, скажем, десять тысяч неталантливых поэтов, которые считают Хогу, так это ж на моем уровне, это гениальность Я даже не понимаю, как это на мне должно отразиться, то, что они посчитали Но все, вы становитесь популярным среди десяти тысяч своих почитателей И вы как бы выросли в своей цене, и вы как бы поднялись над толпой То есть вот, как вы будете оценивать... И что, слушайте, у меня с утра до вечера очень много прикладных идей по художественным проектам, культурным проектам, бытовые проблемы, дружественные и так далее Почему я должен, кроме стихов, еще уделять внимание тому, как их оценят? Ну вот оценивают другие, я же согласен, что здесь это страшная штука, ну вот там десять тысяч лайков под вашим четырестичьем И вы начинаете думать... Все, да, надо уйти молодым, надо уйти молодым, пока не поздно Все, это мое последнее исправление, больше писать больше не наберу Больше не наберу, да А по большому счету, ну вот, меняйте трезво взглянуть ведь на свои работы, на свое произведение очень сложно Потому что вы знаете много того, что лежит за этим И оно либо добавляет позитива, либо уменьшает позитив Трезво для меня значит с иронией Вот вы заметили, что люди не трезвые, они не ироничные Они вот эту грань юмора легкого переходят с уважаешь на не уважаешь очень быстро Вот, поэтому вы правы, трезвый взгляд это ироничный взгляд Конечно, чуть-чуть над собой То есть, ну, парень, ты же понимаешь, что ты живой человек, написал это на листе бумаги ручкой Что здесь особенного? А только карантин начался, стало понятно, что там отпуски летят в тарары И тут я тоже еду из Киева И булочно-кондитерский комбинат выпускает два новых торта Маракеш и Мальдивы Я их беру и в отдел культуры приезжаю Ну и поэтому поду стихотворение «Момента в море» Культуристический сезон в глубоком месте для пляжей смысла нет беречь фасон За горизонтом захлебнутся интересам султан, халиб, набоб и фараон К тому, как мы по эту сторону рассвета закатим тур для талий, икр и плеч Вольны же выбирать и то, и это, чтобы достоинство за отдыхом сберечь Что вам дает вдохновение? Вот где вы черпаете? Вот когда наступает момент, стоп, все, я не занимаюсь режиссурой этого мероприятия Ко мне пришло вдохновение Сейчас я тут быстренько на боксах Когда я понимаю, что у меня нет возможности высказаться Или сделать так, как я хочу Или чтобы меня услышали обычным способом Я чувствую, что я дошел до предела Дальше стена обычной коммуникации Мне надо зайти за ту сторону, чтобы выразить это стихами И тот, к кому обращены дальнейшие строки Если он видит, если он слышит, он это поймет совсем по-другому Не в русле предыдущего разговора или конфликта, или я не знаю, что Ну, коммуникации, да Это совсем другой взгляд с той стороны на ситуацию, где я накрою Чувств, эмоции, впечатлений, невысказанности Я намеренно в некоторых стихах ухожу от прямой рифмы А для того, чтобы не быть похожим на частушки И больше дать смысла, а не формы И поэтому, уходя от прямой рифмы, важно не уйти от той мелодии, которая звучит в напевности твоего стиха Вот ее пропеть, а складывается ли окончание строк ситуативно Где-то они складываются фонетически, они не складываются грамматически Но произнося и в какой-то ведлуне, я кто скажу, украинскую, да Вот там ты слышишь, что они догоняют друг друга Но не явно, как люди Представь, прямо он, слева сын, справа дух И ты, как насущного хлеба кусок, который склевал непропевший петух, чтоб вовремя крест получил свой оброк Кто плоть, а кто слово, кто кровь, кто вино Схождение речи разделило святыни Однако всегда все приходит в одно Под куполом веры догмат триединый А Славутич не вдохновил на какие-то стихи? Ну, мы сейчас что-нибудь услышим, а вы сами решайте, это про Славутич или нет Есть такие на третьей от солнца планете места Что и в дождь, и в мороз, и в жару не теряют душевности Молчаливости без насокрыта природной напевности В каждой мелочи судеб людских же бывает до ста Не заполнена кладка ограды садовой до уровня Или кто-то умело открыл на прохожих обзор Все послушно, и мы, как те звери у дедушки Дурова И руками для рыб продолжаем вести разговор О мирах, что прибудут О солнцах, что снова зажмурятся Об инфляции, чувстве о том, что вот подвиг не месть Я, пожалуй, схожу за ведерком воды к чаю лучшему Из запавших цветков на планете, которая здесь А эти стихи появились после очередной поездки из Киева в Славутич И базируются на трех фотографиях Недолгий путь, один заезд и с Богом Вновь поселившись в соснах на песках Работать с промежуточным итогом Ложиться за полночь, вставать с рассветом птах Удостовериться, что сосны там же, те же Что неизменно притяжение земли И что добро заботливо и нежно И из всего мы кое-что смогли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok